Впервые спектакль «Красное вино Победы», режиссер-постановщик которого художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев, был представлен в 2015 году, к 70-летию Великой Победы. Чувствуется, чувствуется близость к концу войны. Нет, нет, конечно, и сейчас на Западе падает подкошный кто-то пуля или осколком, но вот в наш госпиталь раненых больше не поступает. Шесть героев, оказавшихся в госпитале весной 1945 года, испытывают противоречивые чувства. На поле боя они получили ранения. Герои уже не в сырых блиндажах, а в белоснежной больничной палате. Но эта тишина, неподвижность и стерильность для них непривычны. Каждый готов бороться за свою родину до конца. В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне традиционно проходят благотворительные спектакли. Представители городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов регулярно бывают на таких мероприятиях. В этом году «Красное вино Победы» приобрело новое значение. В эти дни мы обычно, как правило, играем несколько благотворительных спектаклей. И не исключение этот год. Мы буквально 6 числа сыграли благотворительный спектакль для бойцов в госпитале, которые принимали участие в спецоперации и сейчас выздоравливают. Все герои спектакля «Красное вино Победы» готовы вернуться на поле боя. Их истории никого не оставит равнодушным, заставляя переживать, грустить и порой улыбаться. Эту тему нужно постоянно освещать, потому что такую войну выиграть, это ум непостижимо выиграть такую войну против нас. Вся Европа была против нас, и мы выиграли такую войну. И, конечно, молодежи обязательно нужно знать. И героев наших надо знать, и знать наше положение тогда. Юлия Василькина, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok